Сумасшедшие времена. Мне кажется, Пригожин может заменить и министра обороны, и начальника генштаба, и даже Владимира Путина. Такой, знаете, вот собирательный образ человека, который много раз смотрел фильм «Брат-2» и «Брат». Такой, комбинация таких интересных качеств, вроде как элементы некой справедливости, в кавычках, и снимки, и видеокадры на фоне бесконечных могил. И все она тут перемешалась, и Россия, и уважительное отношение к Украине, ну и присутствие на позициях время от времени. Никто же из российских публичных лиц на фронт не выезжает. Так, давайте просто отметим это. Их просто нет. То есть, из руководящего состава, по крайней мере, я никого не видел. Вот. И в части пиара это очень эффектно. То есть, голос Пригожина, он сильно отличается от всех остальных. И поэтому, конечно, я считаю, что это был бы достойный руководитель МИД Российской Федерации. Единственное, что придется Захарову уволить, и надо будет назначить на эту должность какого-нибудь осознавшего, искупившего кровью преступника. Ну, допустим, он там убил свою мать и стал официальным спикером МИД России. Во-первых, это эффектно. Сразу понимаешь, что жизнь никогда не заканчивается, пока ты живой. О том, что все можно исправить. Ну, и они будут приходить на брифинг просто с кувалдой. И не надо ничего говорить. Берешь, так и три с половиной часа, вместо того, чтобы языком ляпать, берешь и стучишь по трибуне кувалдой. Ну, там, с надписью «Смерть Пиндосом». Эффектно, доходчиво. Поэтому я ваше предложение полностью одобряю. Пригожин заслужил. И да, нужно объединить два ведомства, как минимум. МИД России и Министерство нападения России. Тогда сэкономленные деньги можно будет потратить на закупку новой партии этих молотков. Не, ну, я-то предлагаю все-таки такой компромиссный вариант. Ну, излишне жестоко вы обходите с Машей. Поэтому я предлагаю дать Маше кувалду. Маше кувалду? Да. По ходу было предложение в дуэтах, чтобы они выступали вот с этим замоком. Нет, дело. Не получится. Не получится. Захарова еще не сидела. Ну, еще. Кручивое слово тут еще. Поэтому давайте и будем. Илон Маск отличился тем, что отказался удалять твит Дмитрия Медведева. А Медведев в очередном алкогольном раже написал следующее, что Украина исчезнет, потому что она никому не нужна. Ну, Маск сказал, что люди сами должны принимать решения на этот счет. Я с Илоном абсолютно согласен, если честно. Вот, понимаете, у нас в этой дискуссии как бы сразу хочется сказать, что Маск, ты не прав, ты опять играешь в российской команде и пишешь частенько глупости на эту тему. Ничего подобного. Илон Маск обеспечивает нашу армию связью, и за это ему спасибо. И вообще делает мир лучше, потому что он за прогресс. Если он в чем-то ошибается, в политических взглядах в части Украины до оккупации Крыма или еще чего-то, не он будет определяющим в данном случае. А что касается непосредственно смысла написанного на платформе Маска, то есть в Твиттере, вот это надо обсуждать, а не Илона Маска, по моему мнению. По нам НАТО намеревается наносить удары американским оружием с использованием уже национальных ВВС. Чи можно ожидать от этого контрнаступа, что это будет начатом конца цієї войны, что это будет черговый перелавный этап у цієї войны, если говорить про військовые результаты, и какие эти наслідки матимы, зокрема, політичные, это щодо подальшой поддержки и реакции наших партнеров на результаты, в зависимости от результатов этого контрнаступа. Пуф, давайте визначимось с наступным. Перш за все, про який контрнаступ мова не йде, від слова зовсім. Его не может быть за визначением, потому что то, что мы готовим, это не называется контрнаступ, это называется наступальность операции Збройных сил Украины за визначением. И эти наступальні операции мают на методе подальше звольнение территории Украины. Треба понимать, что на сегодняшний день еще очень рано говорить про то, что эти наступальные операции в ближайший период времени призведут до полного звольнения нашей территории. Мы можем досягти серьезных успехов, которые могут серьезно влиянить на загальную ситуацию, но говорить про то, что мы сможем наявными силами и засобами звольнити всю территорию, будет очень-очень зарано. На жаль, шановные друзья, на жаль, треба понимать, что мы находимся в фазе такого достаточно затяжного конфликта, и до тех пор, пока в России исходит діючий политический режим, говорить про закінчение войны не будет. Даже если мы сейчас откроем противника за кордон, это не обеспечить нас от возможных ударов ракетами, от возможных провокаций, и спроби атаковать нашу территорию. Поэтому, выходя из этого, мы можем рассматривать наиболее реалистичные сценарии развития наступальных операций, которые позволят нам переломить ситуацию, но, на жаль, не снищить врага на этот час, потому что пока баланс сил есть на користь врага, я говорю, колькосный баланс, неякосный баланс. Поэтому, эти наступальные операции мают на метре просто продолжить нашу справу визволения территорий и создание передумов для того, чтобы в Кремле изменился политический режим. Треба усвідомить також наступное, что до тех пор, пока в Кремле будет существовать этот режим, або что-то подобное до этого режима, мы не будем обеспечены. И без, как говорят, международной поддержки, без создания зоны безопасности, которая будет выходить далеко за межи Украины, говорить про закінчение цієї войны, не будет. Это возможно на сегодняшний день. Поэтому это будет черговый этап визволения наших территорий и мы должны готовиться до наступных битв, до наступных этапов визволения наших территорий и установления более-менее сбалансованного мира на наших кордонах. Но это будет, снова-таки, зависит от того, кто будет сидеть в Кремле и чи будет Кремль существовать на тот момент. Павел Сергеевич, давайте, если дозволите, трохи сконцентруемся на тактичных вопросах. Сегодня произошла спорная прес-конференция министра обороны Украины Резникова и министра обороны Данії Поульсена. И там было, как минимум, две новини, очень интересные. Ну, по-перше, Поульсен говорит про то, что до лета может решиться вопрос с поставками літаков в Украину. Это будут не окремые страны, как, например, Словаччина или Польша, которые нам дали МИГ-29, но это будет такая, как у нас есть танковая коалиция, будет такая коалиция про літаки. Как вы ставитесь до такой перспективы? Ну, знаете, если идет о поставке авиационной техники, я хотел бы расширить эту концепцию, потому что не только в літаках справа, но и в конце потребуют так же и геликоптеры, для того, чтобы выполнять, власне, тактичные завдания и прикрывать наши атакующие подраздели наземные. Если идет о поставке авиационной техники, то это абсолютно достиженная задача в часовом перспективе, как с точки зрения обеспечения и ресурсами, и возможностями. Если мы говорим о поставке авиационной техники, то без создания системы эксплуатации, технического обеспечения, ремонта и обслуживания, говорить о качестве использования такой авиации невозможно. Мы же не предбачаем, что ця авиация будет образоваться десь в Сумижной стране и будет вылетать на выполнение боевых задач на нашу лінію фронта. То есть мы должны их развернуть тут и сейчас. И это надзвичайно сложная задача. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Спасибо за просмотр!